Большинство из тех, кто приходит к Вячеславу Фетисову на прием, люди, оказавшиеся в сложной ситуации. Юрий Авраменко руководит товариществом собственников жилья одного из домов в Горках Ленинских. Жильцам дома необоснованно навязывают плату за электроэнергию, которой они не пользуются, а также за содержание нескольких объектов высоковольтного оборудования. Десяти минут хватило, чтобы рассмотреть проблему, а исполняющий обязанности главы Ленинского района Алексей Спаский пообещал лично контролировать решение этого вопроса. Выход найден, теперь главное сделать правильные шаги дальше и действительно по этому пути пройти и закончить процесс. В этот раз пришел на прием один довольно необычный посетитель. Дмитрий Молчанов более 20 лет жил в доме барачного типа на улице Софийской. Несмотря на то, что дом был признан аварийным, расселять его не спешили. Со своей проблемой летом прошлого года Дмитрий уже был на приеме у Вячеслава Фетисова. После долгого хождения по инстанциям надежд особых не питал. Оттого в конце интервью, которое мы у него брали в прошлый раз, употребил слово «наверное». Что я пришел со своей просьбой. В этом году уже решат. В старом доме Дмитрия не было элементарных условий. Отсутствовали даже ванная комната и канализация. Теперь он получил новую квартиру в микрорайоне Бутово-Парк-2. И во многом уменьшение сроков принятия решения происходит благодаря тому, что на приеме присутствует руководство муниципалитета. Я приходил с вопросом по поводу расселения аварийного жилья где-то полгода назад. Приходил к Вячеславу Фетисову. Как он и обещал до Нового года, что я получу ее, я ее получил. Большая благодарность, что он помог. Я просто даже не ожидал, что это в такие короткие сроки. Как отмечает сам депутат, с проблемами люди идут с большей охотой, нежели с тем, чтобы поделиться радостью. А потому такие встречи особенно дороги Вячеславу Фетисову. Естественно, что гость не ушел без небольших, но ценных подарков. Автографа прославленного хоккеиста, фотографий на память и крепкого рукопожатия. Несмотря на довольно широкие полномочия, очень редко депутату приходится выносить обсуждение вопросов граждан в правительство. Больше их часть решается на местном уровне. А потому совместный прием граждан представителями Госдумы и руководства муниципалитета позволяет значительно сократить время решения насущных проблем жителей. Мы этот формат избрали с самого первого дня. То есть глава присутствует во время приема. И что очень важно, что довольно-таки часто мы прямо решаем вопрос за столом здесь. Люди уходят уже, в общем, не с обещаниями, а с конкретным, а с каким-то решением. Это очень важно. Депутатские приемы проходят на постоянной основе каждый месяц. И чтобы побывать на одном из них, необходимо предварительно записаться и рассказать о своей проблеме. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.